За прозрачностью выборов в Приднестровье и соответствием их международным стандартам будут следить делегации иностранных наблюдателей из Словении, России, Нагорного Карабаха и других государств Европы и постсоветского пространства. Некоторые из них даже успели проинспектировать избирательные участки и оценить уровень подготовки представителей избирательных комиссий. Руководитель делегации из Республики Нагорный Карабах Семен Афиян в нашей республике не в первый раз. Опыт у него достаточно обширный, рассказывает, был на предыдущих президентских выборах, следил также и за ходом единого дня голосования в ноябре прошлого года. Наблюдатель отметил, в избирательных процессах наших государств существуют отличия. В частности, гостей из Нагорного Карабаха заинтересовала процедура досрочного голосования, за которой они наблюдали накануне. Наблюдатель отмечает, данный опыт будет интересен и у него на родине. Скажу, что у нас в республике такой процедуры нет, досрочного голосования. Нам было интересно побывать и посмотреть своими глазами, как все это происходит. Иностранные наблюдатели не стали затягивать с исполнением своих обязанностей и сразу же включились в работу. Вчера делегация из Словении успела проинспектировать некоторые избирательные участки, чтобы оценить готовность представителей избиркомов к выборам. По словам одного из иностранных гостей, без нарушений здесь не обошлось. Сегодня нам удалось посетить несколько избирательных участков, где мы заметили ряд небольших нарушений, о которых мы сразу же сообщили представителям избирательных комиссий. К примеру, на некоторых участках фотографии кандидатов не были расположены вблизи от мест, где будут голосовать избиратели. Это может доставить неудобство избирателям. По моему мнению, некоторые из замеченных нарушений противоречат международным нормам. На одном из участков представители избирательных комиссий, к примеру, используют простые карандаши, что противоречит международным нормам, где говорится о том, что на избирательных участках можно использовать только шариковые ручки с чернилами химического происхождения. Обо всех обнаруженных нарушениях и способах их устранения иностранные наблюдатели сразу же докладывают членам избиркомов. Наблюдатель из Российской Федерации Казбек Тайсаев говорит, из опыта организации голосования в других странах главным нарушением является так называемая карусель. То есть, когда некоторые граждане по одним и тем же документам голосуют по несколько раз. Наблюдатель рассказывает о способах их пресечения. Многие ставят отметки в паспорта, многие электронную базу вводят, есть страны, где палец прикладывается и биометрические данные высвечиваются и только после этого выдаются в бюллетене. А есть самая простая модель, наверное, когда на палец наносится специальная краска и эта краска в течение суток не сходит. А ультрафиолетом можно очень легко проверить, есть ли нанесена эта краска на палец или нет. В Приднестровье, к сожалению, таких серьезных методов защиты от выборных каруселей нет. Напомним, инициатива о проставлении штампов в паспорт так и не нашла одобрения у депутатов Верховного Совета. Международных наблюдателей можно будет встретить на различных избирательных участках нашей республики. Следует отметить, что присутствие иностранных экспертов придает выборам президента Приднестровья большую международную огласку и свидетельствует о заинтересованности других стран в политических процессах, происходящих в нашем государстве. Светлана Клёц, Александр Богатый, Первый Приднестровский телеканал.